Сейчас мы пьем самый дорогой чай в этом магазине. Он стоит 7 миллионов за килограмм. Вот так он выглядит. Это почки, и они такие довольно интересные по виду. Это высокогорный чай. Говорят, такие почки только раз в году. Очень интересный ароматный белый чай. Такой фруктовый, цитрусовый. Однозначно он своих денег стоит. Тем более, что это 7 миллионов донгов, а не какой-то другой валюты. Вот такие вот почки многоуровневые. Короче, вкусный был чай. Сегодня в Хано идет дождь. Самый подходящий момент, чтобы попить чай. Мы идем в одно место, в котором я хотел оказаться, но не планировал, потому что не планировал оказываться в Вьетнаме. И вот я в Вьетнаме, и, в общем-то, все сложилось, что можно в это место попасть. А место это магазин вьетнамских пуэров. Собственно, вот. И даже он открыт, потому что в предыдущую попытку мы сюда не попали. Мы будем пробовать вьетнамский чай, вьетнамские пуэры. Привет! 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 Я спросил, но я не знаю. Все нормально, все нормально. Можно ли мы тестировать какие-то чай? Мы тестировали для пустого чайа и для белого чайа? Кроме хозяйки этого магазина, никто не говорит по-английски. Она сейчас приехала на производство, и, собственно, ее тут нет. Ну, сейчас попробуем, договоримся как-то попробовать. Потому что у них очень интересный набор чаев. В том числе есть вот ферментированные в бамбуке, традиционные. Вот этот тот самый чай в бамбуке. Нас впустили самих в комнату дегустации. И мы затестим, в общем-то, все. Потому что очень много интересных позиций. Я сейчас покажу более крупные, еще кое-какие. Такая комнатка для дегустации. Тоже очень стильная и красивая. Так, первым мы попробуем белый чай прессованных блины. Он похож, в принципе, на классический чай. Хороший крупный лист. На самом деле с хорошим чаем просто. Но ты его пробуешь и понимаешь, хороший чай. А когда чай не очень понятный или не очень хороший, то ты пьешь и пытаешься там что-то найти, вместо того, чтобы, в том числе, в принципе, наслаждаться процессом. Вот этот чай хороший. И с первого пролива очень легкого и вот до четвертого пролива, который я сделал прямо такой горячей водой и подольше подержал. Он очень фруктовый, очень такой сладкий, очень насыщенный, чего часто не хватает белым чаям. Они либо в горечь скатываются, либо такие довольно пустые остаются. Вот этот чай сразу себя хорошо показал. Сейчас попробуем второй чай после белого. Это шен пуэр. Традиционный для этой местности ферментированный бамбуки. Вот нам его вскрыли. Вот так это выглядит. Довольно легкий и не очень плотный. Вот такую вот плюшечку я отломал на чайник. Не знаю, достаточно этого или нет. Сейчас посмотрим. Сейчас я его промыл в спиточках. Такой угольный аромат очень сильного прогрева. Не знаю, специфичный, должен он быть такой или нет. Ммм. Очень интересный на вкус. С лодками такими сладковатыми. Немножко красного чая. Необычный пока. Не могу. Не могу сформулировать. Дальше у нас на очереди, конечно же, шу пуэр. Вот так он выглядит, вьетнамский пуэр. Это прошлого года чай. Вот он с таким немножечко даже налетом как будто бы золотых цветов. Не очень сильно спрессован. И внутри блина сырье не отличается от сырья снаружи. Полу кустарно выглядит, но в данном случае это скорее всего плюс. Первый пролив шу пуэра после промывки. Очень приятный цвет дает. Немножко камфорный аромат. Сладковатый такой лакаричный вкус. Чуть-чуть горечи. Такая древесно-ореховая база. Да, немножко напоминает такой хороший старый-старый шен. Такого, может быть, влажного даже хранения. Закончили дегустацию вьетнамских пуэров и вообще разных, на самом деле, чаев вьетнамских. Неожиданно оказалось у них больше разнообразия, чем я думал. Часа три, наверное, пролетели вообще незаметно за дегустацией. Мне очень понравился бамбуковый шен. Немножко разочаровал шу пуэр, потому что он оказался очень не классическим и больше похожим на хэйча, на постферментированные чаи. И белый чай, и почечный чай очень-очень крутые, очень высокого качества, очень понравились. Такое краткое алюзиме про вьетнамскому чаю. Такое краткое алюзиме.